Всем привет, уважаемые зрители и здоровые подписчики, с вами Константин. Сегодня у вас очередной гайдик по Star Citizen миссии, деливери или доставке, работа почтальоном. Это касается особенно тех ребят, которые только-только купили себе Star Citizen и осваиваются в нем. То бишь для новичков, да, первые деньги, чтобы заработать на аренду техники хотя бы какой-то и начать майнить, зарабатывать больше. Если вы только начинаете играть и переживаете за тот момент, что вы не готовы к сражениям в космосе, не хотите терять жизнь своего персонажа, то вот этот вот вариант доставки, быть почтальоном, да, самое-самое то, что нужно. По 8-9 тысяч зарабатывать, заработать первые 50-60 тысяч, арендовать себе технику. Кстати, ссылочка в описании под этим видео. Там есть несколько гайдов для новичков об аренде техники, майнинге с этой же техники, как выбрать себе лучший корабль, как оснастить его, ну, в общем, все, что нужно для новичка. Про тюрьму, там, гайды, как сбежать, как легально отсидеть, скостить себе срок и выйти из тюрьмы. Вот, смотрите в описании. Также ссылочка реферальная. Ребята, если кто-то решил себе купить игру, регистрируйтесь по реферальной ссылочке. Вам на аккаунт упадет 5000 игровых кредитов. И сейчас раздают бесплатно всем рефералам левитирующие мотоциклы Dragonfly. Там со скином еще каким-то. Вот, сейчас он черного цвета. И, как бы, это LTI-страховочка, то есть бесконечная страховка пожизненная. С этой техникой ничего уже никогда не случится, она всегда будет у вас на аккаунте. Вот, регистрируйтесь, переходите по ссылке, попадете на официальный сайт разработчиков. Там в графе реферал будет вбит уже мой реферальный код. Можете себе просто прописать все свои данные, зарегистрироваться и оставить так. А купить игру сможете уже потом. Главное, что вы зарегистрируетесь по реферальной ссылочке. Вот, я про что, да? Так, миссии вот эти делятся у нас, как бы, на миссии в космосе. Миссии на Земле, на поверхностях планет и спутниках. Это, понятное дело. Вот, я взял одну миссию из вкладки Personal. Вот. Сейчас она у меня уже во взятых, да? Delivery, доставка. Я в космосе нашел разрушенный фрилансер. С него нашел ящик. Сейчас я его возьму, все покажу. Мы сюда уже прилетели. Это, понятно, можно не показывать. Вот. И надо его доставить куда-то. На Херстон. 9 тысяч мы за это получим. В принципе, неплохие денежки. И собирать нужно один ящик. Чаще всего, когда вы выполняете миссии Delivery на Землю, если надо лететь, собирать три ящика. Там, допустим, у вас есть стоковая Аврорка. В нее спокойно три ящика входят. Вам этот катлас не обязателен. И там надо три ящика взять и развести по своим точкам. Получите за это только 8 тысяч. По крайней мере, сейчас на 21 год, август месяц. Так, а вот сейчас за 9 тысяч неизвестно, кто мне дал это задание. Там контакт, как бы, знаки просительные. Вот. Ну, за это вы Крымстат не получаете, не переживайте. Вот я подлетел к обломкам фрилансера. Вот здесь у нас, ребята, видите, меточка. Все это легко скроллится, калибруется. Сюда можно прилететь на корабле в квантовом прыжке. И не обязательно даже, как бы, лететь потом вручную. Бывают такие миссии, особенно с пещерами связанные. Вы просто летите еще потом километров 100-200 в ручном режиме, потому что скалиброваться туда нельзя. Здесь с этим проблем нет. Я использую Multitool. У меня есть насадочка, сразу, кому интересно, я покажу. В игре эта механика уже давно работает. Вот. Сейчас я включу инвентарь свой. Это будет у нас в утилити. Вот он, мой Multitool. И на нем сейчас стоит насадка True Hold Tractor. Это перемещать какие-то грузы, ящики те же. Oxitorch – это газорезка, резать поверхности. А Orbit Mining – это... Для майнинга разбивать, нагревать камни, зарабатывать на майнинге. Вначале, в самом, если у вас нет корабля, проспектора или аргамола, то можете уже Multitool начинать маленькие камни, резать в пещерах, собирать тот же ходонит или доливайн, или эфорит. Ну, лучше всего ходонит, конечно. И потом продавать. Но для этого нужна тоже броня с хорошим рюкзаком. Вот. Так, залетаем сюда, во фрилансер. Вот у нас тут ящичек наш. Левой кнопкой мыши удерживаем. Можно взять в руки, зажав кнопку F, и выполнить действие кари, и взять. Вот. Абсолютно не важно. Я просто решил показать вам механику с Multitool. Он, кстати, с ним так-то будет, наверное, и поинтереснее, потому что благодаря Multitool можно эти ящики забрасывать в такие места в корабле, которые не предназначены для транспортировки. Кстати, смотрите, видите, там еще вон ящик синий. На таких миссиях можно собирать и другие ящики, которые к миссии не относятся, но содержат в себе различные луты, грузы. И все это дело, естественно, можно себе забирать, продавать, и на этом тоже наживаться. Вот. Давайте подлетаем. Стоять. Куда это ты разогнался? Аккуратненько подходим к задней части нашего Катласа. Дрейк Катлас, да? Напоминаю, кстати, ребята, извините, что сразу не сказал, сейчас у нас идут бесплатные полеты, начинаются с 18 августа. Желающие себе игру приобрести, можете бесплатно потестить свое железо, кстати, проверить, потянет ли. Регистрируйтесь, опять же, по реферальной ссылке, и с 18 августа у нас сейчас будет, не знаю, несколько дней или неделю бесплатные полеты. Поэтому дерзайте. 18 число начала. Вам дадут там кораблики, на которых вы можете будете летать. Все, сюда я бросил этот ящик. В принципе, остальное я собирать не буду. Закрываем. Итак, ящик, который мы взяли в космосе в разрушенном фрилансере, мы доставили на планету Херстон, вот на вот эту свалку. Сюда система нас привела по маркеру. Нажимаем Y, удерживаем, и выходим из-за штурвала корабля. Я дублирую название всех кнопок, которые использую, чтобы новичку было удобнее. Вот. Кстати, мультитул, в принципе. Ну, сейчас мы будем еще его использовать. Хотя, зачем уже можно в руки взять? Давайте на столу нажмем, удерживая кнопку F и вводя, как правильно сказать, курсор по объектам, которые даже у вас в руках, вы можете их убрать, допустим, в рюкзак или повесить на свою броню. Вот сразу такие маленькие освещения. Так. Можно было открыть из кабины, а можно открыть здесь, open. Кстати, именно вот этот Cutlass Drake, Drake Cutlass, да, я использовал в гайде для аренды, где аренда техники и майнинг себе первых денег хороших с помощью Грейка Трока. Ссылочку я говорил в описании, все ссылки. Берем, удерживая F, керри, берем в руки этот ящик, мультитул, как использовать, я уже показал, с насадкой для перемещения грузов. Вон у нас меточка. Drop of Barrels. 55 метров. Давайте мы туда пройдем. Так вот двигается анимация, все красивенько. Я люблю от первого лица, чтобы мне ничего не мешало. Посмотрите, эта планета представляет из себя миллионы квадратных километров. Я просто нахожусь в одном каком-то месте, и оно все так красиво и четко выполнено, чтобы это сейчас погодные эффекты еще нормальные. Это мне повезло. Может быть и ураган, что видимость будет почти что нулевая. Так, подождите, у нас 7 метров. Ага, вот этот ящик. Посмотрите, вот эти вот ящики, ящики, они могут быть изношены, пошарпаны и такие, потому что именно этот заказ мне давал неизвестный какой-то контакт. Может быть это даже пираты, но опять же, крайне я не получу. Здесь уже какая-то торговля есть, слушайте, терминал. В общем, чтобы положить ящик, мы нажимаем вот на эту стрелочку. Это выдать, а это дать. Нажимаем вот сюда. Пошла загрузочка. Фонарик включаем на кнопку T английскую, выключаем очень. Фонарик в этой игре, в шлеме очень важен. Вот, теперь мы вложим, видите, place F удерживая, нажимаем левую кнопку мыши и ящик вложим сюда. Все, подходим. Сейчас пошла обработка, закрывается все. Ну и в общем, нам таким образом перечислить сейчас 9000 игровой валюты. Все, пошла обработка. Вот видите, на фонарике я пытаюсь эту надпись показать. Object Complaint Delivery Package. 9000 у меня в кармане. Миссии по доставке на поверхностях планетных спутников выглядят вот так. Берете вы эти миссии во вкладке General, тоже Delivery, видите, они по 8000. Суть такая, что вы прилетаете в одно какое-то место, берете три ящика сразу, грузите, допустим, если у вас Аврорка стоковая, то все три ящика туда влезут. Вот я как использую, Картлас Дрейк или любой другой корабль, у которого есть площадка для погрузки груза. Если у вас какой-то легкий истребитель и там тот же Mustang Alpha или там Gladius, вы, естественно, туда ящики не загрузите. Поэтому нужен небольшой грузовичок. Вот. И эти ящики нужно развести в три места уже. Согласитесь, не совсем как бы профит на 8000 за времени потратите на три ящика, а вот здесь в Personal я брал Delivery, сейчас, которые нету, они не всегда падают. 9000 за один ящик. Ну, как и есть. Порой выбор разный бывает. Что есть, то и берем. Зарабатываем, время не теряем. Вот. Кстати, сразу говорю, ребят, если используете Катлас, он как кирпич в атмосфере планет с сильной гравитацией и сильными погодными эффектами, там, ветрами, да. Поэтому, когда вы подлетаете к нужному месту, не разгоняйте корабль для больших скоростей. 200-300 метров в секунду и аккуратненько снижаете скорость и на нужном месте нажимаем N английскую, выпускаем шасси для посадки. Если еще раз N нажмем, шасси, соответственно, уберутся. По ходу сразу маленькие такие вот отступления для новичков по управлению. Левый контрол, колесико выкручено так, чтобы мощность была не максимальная, легенькая. И левым контролом я посадил машину. Удерживаем Y, встаем из-за штурвала и идем за нашими ящиками. Тут надо забрать уже, ребята, три ящика. F4 позволяет вам переключаться от первого к третьему виду персонажа, ну или корабля. Так, давайте выходим отсюда. Здесь я, наверное, буду использовать уже музыку. Если вы играете с другом, то, естественно, он бы мог вам помочь загрузить. Ну так, если у него есть свободное время, не надо миссию расшаривать на друга и получать вдвоем по 4000. Просто если вы вместе летаете и друг другу помогаете, то друг бы вам, конечно, помог бы загрузить эти ящики. Вот. Один ящик у нас лежит в этом здании, вход в это здание вот здесь, и два ящика лежат в другом здании. Сразу в руки можно взять мультитул, наверное. хотя здесь у нас безопасная зона и мультитул в руки не берется. Отличие между тем местом и этим в том, что у нас здесь безопаска, здесь вам ничего не угрожает, а там безопаски нет, вас могут убить. Ну, это вероятность минимальная. Так, нужно взять ящик. Да, мультитул в руки не берется, потому что это оружие, как-никак. Берем ящик ручками. F зажали, карри на левую кнопку мышки прожали и отправились к нашему кораблю. Так, вот наш. Посмотрите, как ему тяжело двигаться, когда этот весь от такой степени механики продуманы. Сделаем вот так, повернем, немножко отдалим, камера очень пинетографичная. Ему реально тяжело идти против ветра. И это все здесь продумано. То есть на спутнике это есть какая-то минимальная атмосфера. Видите, небо тут нечистый космос. Обычно с этих спутников видно уже как черное небо такой космос. Как же ему тяжело идти. Вообще тяжело. Он очень устал. Здесь очень сильно усиливается ветер. И он с этим ящиком еле прет. То есть ваше время по зарабатыванию денег комбинация время-деньги оно напрямую зависит от погодных условий даже в тех местах где вы берете эти ящики. Если в космосе вы быстро воюете да-да-нет-нет взорвали или победили но деньги заработали и быстренько на другую точку миссию взяли и опять стрелять то здесь все гораздо атмосферней сложнее но зато безопасно понимаете для вашего персонажа все не будем далеко ходить бросили на пол можно выбрать место для того чтобы положить ящик можно просто бросить и вот наши ящики еще берем вот этот так берем третий ящичек вот он у нас карри это последний ящик тачим его в катлас и так приторганили третий ящик наш катлас нажимаем place ставим его сюда допустим не важно куда главное побыстрее свалить из этого урагана потому что карри реально сильный нажимаем f садимся в креслице удерживая r английскую запускаем все системы сразу ползунок мышки вверх c круиз-контроль и на пробел круиз-контроль постоянно набирает обороты без вашего нажатия кнопок w a и d очень удобно в бою или же вообще где вам надо при посадке регулируйте только мощность колесиком а кнопки никакие нажимать не надо на c круиз-контроль очень удобная вещь на n убираем шасси и улетаем с нитой если вы взяли три разных ящика для трех разных пунктов назначения ребята обращайте внимание на нумерацию этих ящиков вот мы на эти взяли ящики они все с тремя разными номерами вот эти номера дублируются в тех местах куда нужно доставить эти ящики к примеру я сейчас прибыл на херстон на одну из точек видите две точки херстон у меня одна точка арил это спутник херстона чтобы понимать какой ящик именно сюда мне нужно привести я смотрю на метку на этом пункте на этом блокпосте видите дроп офф пакетч 33 63 91 вот этот номер я смотрю на свои ящики мне нужный ящик который начинается на 33 вот этот вот желтый ящик видите 33 63 91 карри то есть именно этот ящик мне нужно доставить именно на этот блокпост и не обе и обязательно ребята это учитывайте нельзя взять какой угодно ящик и запихнуть его куда угодно вот туда нам нужно его притащить 25 метров берем мы три ящика напоминаю в одном месте и разводим разводим их по трем разным местам все эти ящики разлаживаются в безопасных зонах здесь вам никто ничего сделать не может но мучиться нужно с тремя ящиками кстати здесь можно торговать продавать ресурсы которые вы намайнили видите вот этот терминал нам нужен вот этот шкаф стрелочка туда типа в шкаф да вперед открывается у нас панель и place все этот ящик мы сюда установили следующая точка назначения у нас также находится на планете Херстон но на другом полушарии поэтому здесь ночное время суток смотрим на маркер 35 93 25 номер ящика где у нас такой номер ящика вот он 35 93 25 карри берем его и несем наш ящик для сдачи видите ночное время много огней все красиво не забываем что на кнопку Т у нас включается включается фонарик если он вам необходим его обязательно прожимайте также есть подствольные фонарики на разного типа вооружениях но мне удобнее использовать фонарик из шлема так точка у нас показывают на вот это здание открывается place положили отошли все сейчас ящик закроется второй ящик цели последний третий ящик я привез на спутник планеты херстон орел жаркое очень засушливое место температура воздуха здесь смотрите в левом нижнем углу 135 градусов цельсия выше нуля очень жарко ваш скафандр должен быть приспособлен к таким температурам но в принципе истоковый скафандр некоторое время держит вот мой скафандр скафандр позволяет мне находиться здесь примерно 45 минут потом если я не зайду не охлажусь никуда ни в корабль ни в какое-то помещение я начну испытывать повышение температуры тела до 39 градусов потом смерть вот ящики я уже положил заработал 8000 я ребята всем новичкам рекомендую проходить эти миссии деливери именно вот где в безопасных зонах да вы зарабатываете 8000 тратите много времени но вы игру еще не знаете если вы полетаете по разным спутникам по разным планетам по каким-то местам интереса в космосе разрушены корабли и какие-то свалки найдете там на херстане как сегодня да вы как бы игру изучаете таким образом и зарабатываете по чуть-чуть свои первые денежки по 8000 вот я рекомендую потом когда вы игре вы в игре уже освоитесь получше уже начинаете делать что серьезное более профитное вот напоминаю в описании ссылки на гайды для новичков по майнингу тюрьмы там как сбежать в тюрьмы как выйти легально да и реферальная ссылка тоже в описании под видео регистрируйтесь получаете на аккаунт бесплатно себе 5000 игровой валюты и левитирующий мотоцикл dragonfly черного цвета с пожизненной страховкой то есть LTI навсегда да регистрируйтесь сейчас купить игру можете потом это не главное регистрируйтесь все ребят всем спасибо за ваше внимание ставим лайки подписываемся прожимаем колокольчики если контент вам по душе и пишем в комментарии больше 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 помогаем продвигать мне ролики и задаем вопросы или просто пишем приятности все ребят пока пока до скорых встреч